С вами поговорим. Значит, у нас сегодня был здесь уже терема стокса. Значит, что мы будем делать? Значит, мы с вами, во-первых, вспомним про многообразие и многообразие склами. Вот, значит, смотрите, вы можете увидеть в разных книжках форму стокса в разном виде. Значит, формула вот такая вот. И вот такая. Где у вас R, где-то размерность R. Почему такая разница? Разница возникает из-за того, что есть разные соглашения относительно того, как у вас, смотрите, у вас интеграл по ориентированному многообразию. Есть разные соглашения относительно того, как у вас многообразие индуцирует эту ориентацию на своем крае. В зависимости от того, каким вы соглашением пользуетесь, у вас будет получаться соответственно один из этих результатов. Поэтому я хочу получить вот такое вот. Значит, я прикинул, и мне не кажется, что мне нужно то соглашение, которое указалось в следующий раз. Значит, смотрите, вот такое, значит, R у нас это понятно. Давайте введу еще, значит, Hn, это не патронененное пространство, это просто полупространство. Смотрите, бывают разные выборы полупространства. Вот я хочу выбрать такое полупространство, где первая координата не положительная. То есть, значит, вот если у меня там спрос, кстати, вот у меня X1, X2, то вот, значит, у меня выбор полупространства. Вот так. Значит, тогда у меня, значит, я у многообразия с краю, значит, да, я требую, чтобы у меня карты были либо с значениями в R, как-то там, да, или же, если у меня карта вот здесь захватывающая край, чтобы у меня, значит, карта была внутри Hn, да, полупространство, но H от латинского, то есть от английского H, половина. Вот, значит, поэтому у вас, значит, лежит где-то вот здесь уже. Вот, значит, теперь, значит, по поводу того, как индуцировать ориентацию, да, то есть, смотрите, значит, у вас, если есть, значит, область, которая внутри Rn или внутри Hn, это неважно, значит, мы считаем, что там есть волокальные координаты. Значит, их порядок сдаёт ориентацию на R, да. Значит, у нас M ориентирован, поэтому, значит, у нас при циклинике карт у нас переход от одних таких локальных координат в другим, значит, он с точным никобианом. Очень хорошо. Теперь, что будет с краем, да, значит, вот, значит, у меня там альфа-1, там альфа-2 и так далее. Что значит с краем? Значит, как мы здесь строим карты? Значит, смотрите, мы берём те карты альфа, такие, что у нас, значит, ой, как бы сказать, как вы обозначаете области значений? И. Нет. И. А, мне нужна область определения. Дом. 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 Мы же с вами определили как-то так, чтобы они топологически были премиумаркетными, поэтому у нас граничные точки, они будут перекрыть в бреничные точки. Точнее, на самом деле, более точно, мы говорим, что в М-точке, в награбрасе с краем М-точки называется граничными, если они переходят в точки из вот этой плоскости. Очень хорошо. Тогда, значит, если я беру, значит, что мне нужно брать? Значит, мне нужно брать, значит, вот если, значит, у меня альфа, у альфа, нужно их как-то перенимировать. То есть, есть альфа и Т, и у Т, значит, это у меня, значит, атлас М. Значит, теперь, значит, что у нас будет с... с этой самой штукой, да? Значит, как у меня устроен вообще, значит, если я буду брать, альфа и Т на, значит, альфа... ...на альфа ЖТ, да? Значит, у меня там гигабиатная штука будет устроена... Каким образом? Значит, смотрите, у меня вот то, что лежит вот в этой плоскости, значит, оно всегда переходит в себя, так ведь? Значит, поэтому у меня на самом деле матрица будет вот такая, да? Значит, у меня, значит... значит, я по столбцам пишу образ соответствующего биосного вектора, да? Значит, первый биосный вектор у меня там переходит... Значит, здесь у меня ничего... Значит, вот все векторы, которые идут вдоль этой, значит, гиперплоскости, они переходят в себя, потому что здесь у меня стоят, значит, нолики, и здесь у нас будет что-то, да? Вот, значит, а здесь у меня что происходит? Смотри, значит, у меня всегда... Вот, смотрите, у меня вот в точках на границе первый вектор всегда смотрит вне и в одной карте, и в другой карте, да? Это значит, что при склейте у меня здесь будет стоять что-то, что выше нуля. У меня вот это направление, которое у меня наружу, значит, оно всегда сохраняет свое направление, да? Так, и смотрите, вот то, что у меня стоит здесь, это в точности гигабиан ограничений. Из этого следует, что вот, так как у меня, вот, у меня большое многообразие, оно было ориентировано, поэтому эта матрица, значит, у меня у меня��иды числа определительно больше чем ноль, но эта матрица с углом нулей, поэтому определитель, это вот вот эта умножить на вот эту. Здесь стоит положительное число, поэтому, значит, здесь у меня определитель тоже больше, чем ноль. Поэтому, если мы вот таким вот образом делаем эти самые карты, то у них определители, значит, они всегда больше нуля. Заметьте, что у нас при этом ориентация задана с помощью, значит, Y и так далее и X. То есть у нас первой карагнатки нет. Вся стадия, значит, у нас задают ориентацию на D. Значит, смотрите, значит, иногда у нас ориентацию задают с помощью нормальной. Так, вот у вас вот когда есть, значит, край, у вас как бы есть вектор, который торчит у вас внешне нормально. То есть в этом смысле мы ориентируем так, чтобы у нас N, значит, D под X2, далее D под Xn, вот такой базис, значит, ориентируем так же. То есть именно поэтому я выбираю, конечно, полупространство, вот отрицательное полупространство относительно первой карагнаты, чтобы у меня там, значит, внешние, внешние, нормаль, плюс вся отрицательные, были объективны так же, как здесь. Значит, если вы, можно делать то же самое трюк с посредней координатами, но если вы будете делать трюк с посредней координатами, значит, у вас начнёт скакать знак. Вот, очень хорошо. Значит, теперь давайте мы пойдём к теореме Стокса. Значит, что мы тут будем к оборудованию? Теперь вот тут. Значит, что там у нас, значит, у нас кузина, значит, M, значит, ориентированная. Ориентированная, многообразная размерности T. Омига у нас, значит, M минус 1 форма на M. Смотрите, это важно, чтобы у нас форма была хорошо, то есть она внутри. Вот у вас иногда бывают такие вот мнимые противоречия с формами Стокса. Противоречия – это пресекает из того, что у вас на границе, значит, с формой всё нормально, а внутри у неё есть проблемы. Да, потому что очень плохо. Сейчас вполне исполнилось. Пусть Т, значит, тренированная, я не исполнил она. Вон она здесь. Значит, D, M. Смотрите, край может быть в курсе. Так, к ничему не привлечь. Но я думаю, что D, M, значит, с индуцированной из M ориентации. Смотрите, если у вас омига прекрасно объединена на край, и вот этот интеграл имеет смысл. А D омига прекрасно объединена на всём M. Тем не менее, вы можете иметь проблему с этой формулой, если M, если омига не объединена на всём M. То есть даже если два этих интеграла есть и осмыслены, вот если у омиги есть проблемы где-то там внутри M, у вас могут быть проблемы, какие-то мнимые противоречия. Значит, давайте мы сделаем следующее. Значит, смотрите, мы с вами сделали что? Как бы мы с вами разбивали интеграл в сумму интегралов в каждой карте. Так вот. Значит, мы с вами думали, что у нас плюс у нас M, значит, оно покрыто такими картами, ну там, I, 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 F, это неважно. Конечно, карта не будет еще одна, это неважно. И мы говорили с вами тогда, что у нас, значит, у нас интеграл, значит, по M от D омига, значит, у нас... Ну и давайте я пока просто буду писать интеграл, значит, M от такой-то там теты. Значит, у нас тогда определяется, значит, сумма, значит, по всем I и соответствующего множества индексов, значит, на I на тета, а здесь вместо интеграл по Ui, так ли. То есть, на самом деле, значит, мне нужно сперва разобраться с тем, что происходит у меня в каждой карте. Ну, смотрите, у меня здесь возникает раздвижение единицы, и нам тут можно понять одну простую вещь. Вот, смотрите, у меня сумма всех этих самых элементов из 1, а это равно единице. Традиционно, да? Так ведь. Из этого следует что? Из этого следует, что у меня сумма дифференциалов на троитах, она равна чему? Плюс. Она равна нулю, так ведь. Вот. А почему нам это полезно? А потому что очень важно. Мне же нужно будет сейчас делать с этими самыми что-то. Посмотрите, представим, что я умею доказывать мою формулу стокса для каждой окрестности. Тогда что у меня будет? Вот, значит, у меня есть вот этот самый интеграл от m от d. Сейчас я иду уже. Давайте с этой стороны, да? Значит, что тут будет? Ну, здесь у меня будет сумма, значит, тут у меня будет, значит, сумма по всем, значит, нитам. А здесь у меня, значит, будет стоять вовитое на d. На место. Но, смотрите, как бы, я могу взять и воспользоваться вот этим. Я бы даже сказал так, сейчас, нужно в правильном порядке, сейчас переставлять все это. Да, смотрите, я переставляю, потому что у меня сумма там хорошая. Сейчас так, мне нужно написать дифференциал от чего-то там, да? Смотрите, давайте я напишу так. А я добавлю еще плюс, значит, я же знаю, что у меня вот эта вот ноль. Значит, интеграл по убитым омега на d ротный t, да? Я же знаю, что у меня сумма этих самых штук это у меня ноль. Поэтому я могу это дело сколько угодно делать, да? Ну, потому что как? Потому что я сумму внесу внутри интеграла омегу вынесу, и получится, что это значит у меня там ноль. А теперь я это тогда соберу вот в такую штуку. У меня здесь будет дифференциал от рот и т на амега, да? А дальше я применю стоксовокрестности. Значит, у меня будет здесь интеграл от уитера пересеченного с краев, да? А здесь, значит, у меня будет, значит, руите от амеги, да? Ну, а потому что у меня это соберется обратно, я же знаю, что у меня вот это покрытие просто края, а вот этот причиненный ему вот в объединении единицы у меня получится. Значит, интеграл по правилу от амеги. Возможно, у меня всё главное — это научиться делать это по отдельности в ка. Очень хорошо. Ну и смотрите, как бы... Вот у меня, когда есть многообразие, вот у меня там монетрия, да? У меня это дело, оно отображается в какой-то ноль. Значит, смотрите, это ноль, что может быть, на самом деле, ну, очень большой. Ну, значит, как вы знаете, у вас, значит, всё rn, оно дефиоморфно куб. Ну, как, ну, у вас по... ну, как, у вас r гомеоморф на отрезку, там, от минус π на 2 отображения туда-сюда, это тангенс, и артангенс, поэтому, значит, вы такой вот куб со стороной, там, равной π, он у вас с помощью этого сражения дефиоморфен всему эра, так? Мы этот куб мы можем отмасштабировать до любой личной грани. Это означает, что мы при необходимости подкрутить на ещё какое-то отображение, мы можем считать, что... Следующий факт, что мы сидим в таком вот кубе со сторонами, где каждая из величин, где каждая из переменов бегает до плюс единицы и до единицы, да? Либо, если, значит, у нас есть крамя, где-то там, да? Вот здесь мы, значит, бегаем точно то же самое, только мы в этом самом кубе со стороной минус один, мы сидим в таком, значит, в левом полукубе, да? А куб открыт или закрыт? Это не важно вообще. Ну, это не важно, как бы, то есть, вообще-то, он открыт, потому что у вас всё, эра, оно открыто. Да, но, как понимаете, с точки зрения интегрирования, граничит, это вообще совершенно неважная вещь. Очень хорошо. Значит, что у меня тогда есть? Значит, смотрите, как вы видите, я тут применяю стокса для вот такой вот формы, если я вот эту форму назову тета, ничего у меня не изменится. То есть я не хочу там, так сказать, рой и омега, так как я буду писать т. Вот у меня есть случай а, вот у меня есть, значит, случай б, когда у меня нет х, и когда у меня есть х. Давайте мы посмотрим, что у меня происходит, значит, в случае а. в случае а у нас устроен так. Значит, что у нас будет, у нас будет, давайте подобрать цену, и, и, да. Значит, у меня есть интеграл вот этому самому кубу от тета, да. Смотрите, значит, тета у меня это какая-то n-1 форма, так? Так, значит, это у меня устроено так. Значит, смотрите, у меня какое-то слагаемое, где нет dx1, плюс какое-то слагаемое, где нет dx2, плюс какое-то слагаемое, где нет dxn, так? Значит, у меня это будет, давайте подобрать тета-1 на dx2 на dxn, плюс, значит, тета-2, значит, dx1 на dx3 на dx. Ну, и так далее. Ясно, да. Значит, плюс, значит, тета-n, так, значит, dx1 на dx. Вот, значит, так она у меня подобрена. Тогда, кто у меня d-тета? Ну, отлично, как бы что у меня будет? У меня, значит, будет, значит, d-тета-1 по dx1, плюс и так далее. А, вот тут не совсем плюс. Смотрите, значит, у меня здесь будет производное это dx2 на dx2, но, чтобы написать его в правильном порядке, я переставлю его с dx1, да, у меня будет здесь, там, минус, d-тета-1, d-тета-2 по dx2, плюс и так далее, значит, и все это у меня на dx1 на dx. Значит, смотрите, у меня совершенно ясно, что происходит у меня с каждым слагаемом, поэтому, на самом деле, как бы все эти слагаемы аналогичны, поэтому я рассмотрю только случаи, когда у меня, значит, первое страгаемое, да, значит, все остальное у меня аналогично, да? Значит, вот, значит, у меня есть, значит, интеграл по вот этому и, значит, от d-тета-1 по dx1 на dx1 на dx1 на dx1. Ну, хорошо, ну, смотрите, я от интеграла в финансовой форме, я перекрою к самому аучному поведению интегралу, теперь он у меня в правильном порядке, поэтому я выкидываю просто знаки внешнего хозерения. Тут у меня d1 на dx1, d1, 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 dx, да, не так далее, ну. Ну, что, значит, я вот сюда, значит, что у меня здесь. А здесь в основном стоит самый обычный интеграл, для него есть формула гид-мир-инолитинства. Это у меня просто, значит, θ1 от 1, а тут у меня будет, значит, x2 и так далее, xn, минус, значит, θ минус 1. Это θ1 в точке минус 1, значит, x2 и так далее, xn. Ну, смотрите-ка, мы же отображаем так, чтобы эта штука у нас была струна внутри. А носитель формы, смотрите, как бы у нас носитель вот этой штуки всегда строго внутри уитова. Смотрите, у нас носитель вот этого уитая Омеля, который я нашла, был всегда строго внутри уитого. Это значит, что у нас, смотрите, вот у нас вот этот наш альфа и уитая, а носитель θ еще меньше. Да? Ну, это значит, что вот на границе этого куба у вас эта штука обращается в ноль. А вот это, это значение где-то на вот этой и вот этой грани куба. Вот эта точка вот в этой грани, вот эта точка вот в этой вот грани. Поэтому у меня вот эта штука нужна. Но я дальше этот ноль интегрирую по остальным границам и получаем ноль, да? Значит, со всеми остальными слагаем результат точно тот же самый, только, значит, у вас там будет разный знак здесь. Ну и вы там будете менять любой порядок интегрирования, да? Я думаю, что вы там знаете, что когда вы, как там, кратный интеграл представляете в виде итераций повторных, то вы можете брать любой порядок. Поэтому здесь все хорошо. Значит, у нас вышло, что если я интегрирую, значит, в том слагаемом, где у меня образ уитва, это такая вот внутренняя штука, да, у меня просто интеграл от вот этой штуки, он равен у меня нулю. А с другой стороны, значит, у меня пересечение образа, строго говоря, наверное, пересечение, ну, не скажем так, у меня пересечение вот этого у меня пуста, да? Поэтому у меня интеграл по вот этому вот пересечению от этого тоже будет ноль. Поэтому, если эти штуки у меня, правда, значит, интеграл по и, значит, пересеченному с уиттым вот это, это то же самое, что, значит, интеграл по и пересеченному с краем, то есть это вот, аптек, да? То есть ноль, ноль равно ноль. Значит, тут у меня все отлично. Так, теперь, значит, я смотрю на сущий век, который гораздо рулит. Вот у меня вот снычий век, да. Значит, смотрите, здесь у меня это дело устроено так. Вот у меня, вот этот полукульт, да, значит, где у меня живет вся моя жизнь, и вот у меня здесь носитель, да? То есть здесь вот у меня вот там альфа и альфа и литра, а носитель, значит, это он у меня вот здесь, вот здесь, да? Смотрите, здесь у меня этот носитель, он выезжает на вот эту самую границу, поэтому здесь сейчас дело будет по-другому. Посмотрите, значит, у меня опять, значит, есть это, значит, у меня все это устроено вот так вот, и я хочу понять, значит, что у меня тогда будет с другой стороны, да? Посмотрите, если я буду брать, да, вот давайте этот, вот это вот, у меня вот этот полкуба, давайте я буду обозначать его полкуба, да? h, да, там, вельтаминеза, там, и минус, наверное, стоит, h, ну, минус, меньше, ну, минус, вот, потому что, может, туда тоже, да. Посмотрите, вот что будет, если я теперь буду интегрировать по вот этому самому, мне и минус работал не унюю, мать его первый слая. У меня первый слato, мы donc берем его 8-греже. А, и я должны быть, я должны выглядеть, дифференциал у меня будет здесь d θ1 d x I b d x I d x i d x I я перейду к повторному интегралу Kabupaten менять тут, интеграус будет от минус-мцей, и то и кому это не будет. Тут то что не будет д а1, а 1x1, dx1, dx2 и так далее dx7. Ну что не будет? Эти интегралы у меня останутся сами по DCB. А вот здесь у меня будет вот, что у нас надо идти. Вот это дело у меня опять просчитается через форму ньютнолейницей. Значит у меня будет θ1 в ноль и в два и так далее xn минус θ1 в точке минус 1 и в два и так далее xn. А так у меня будут все интегралы в два и так далее xn. Ну смотрите, вот это у меня опять ноль, потому что у меня не затевает вот этот вот график. Ну смотрите что такое, это же ровно ограничение θ1 на краки. Поэтому у меня здесь будет просто два штука, просто интеграал, представим, это 1 и 2 на dxn, значит, по этому самому, не знаю, такой штуке, пересечённую с образа голоса. А это ровно то, что я хочу. Смотрите, это слагаемый вот такого, значит, первого типа. А что мне будет, если я буду брать слагаемое другого типа? Ну, легко понять, я выберу просто другой порядок, как бы, и будет на несчастье. Потому что, что я буду делать, это стоит посчитать. Вот, значит, я возьму dt2 по i от минус до dt2 по dt2, значит, dt1 на dt2, 2 до dt2. Я запишу это в качестве этого самого интеграла. Минус 1 на 1, значит, здесь напишу минус 1, 0, а здесь минус 1, 1, d, значит, это 2, по-другому, dt2, dt2. Вот эти, они же в повторном интеграле уже всё равно, в комплекте. Здесь, как и раньше, у меня что будет, как бы, у меня будет вот что, просто у меня это будет 0. Потому что, опять-таки, посмотрите, вот у меня вот эта штука, да? Вот я считаю вот эти значения на вот этой грани и на вот этой грани, да? Но на вот этих грани у меня 0, потому что мой носитель не задевает их. Поэтому, значит, это у меня будет 0, да? А что мне будет с другой стороны? Значит, вот я возьму, значит, мой край, да? Значит, вот пересечённый, значит, с округом край. А что мне нужно будет делать? Давайте мы с вами только вспомним, как мы интегрировали под многообразие, да? Потому что мы, на самом деле, просто делаем операцию и со звёздочками. Значит, что у меня будет? Значит, у меня будет, значит, θ2, вот эти, куда я, мы же сидим на крови, я вместо первой переменной я подставлю 0. 0, x2 и так далее, xn. Это отлично, да? А что у меня идёт дальше? Давайте вспомним, у меня идёт dx1 на dx3 на dxf. Ну, смотрите, у меня x1 здесь, это констант, вот это у меня, у меня просто 0. Поэтому у меня эта штука, это просто 0. То же самое верно и для всех остальных моих слагаемых. Ну, поэтому, значит, всё, вот у меня всё и не сошлось. Значит, ещё раз, смотрите, у меня теорема Stokes, она получается из того, что, на самом деле, у меня это дело, оно работает в каждой карте по отдельности. Но среди этих карт у меня есть те, которые сидят очень далеко от края. Именно поэтому мне нужно, чтобы у меня Омега была объединена везде. Иначе у вас там будут какие-то ужасные проэкновичения. А теперь мы поиграем мою игру. Мы сейчас увидим, как это выглядит в терминах классического анализа. Ну, смотрите, да, строго говоря, это не θ1, да, строго говоря, я здесь должен написать более правильно. Могите, я забрала θ1, где у меня стоит 0, x2 и так далее, и x1. Ну, это передовщик, кстати, уже был. Мы тут записали уже тябрых ограничений... А-а-а, сейчас-то-то, да, это мы уже сидим на границах. Да, только сейчас, как правильно... Нет, уиды пересечённые с края, вот так. Правильно написали. И даже уже неправильно напишу, неправильно напишу. Здесь у нас будет этот самый i от переменных x2 и так далее и xn. Мы уже сидим тут на ныншей штуке. И точно то же самое и здесь. Вот здесь будет просто... То есть вот здесь инкупирование идет только по вот этой вот части. От минус 1 единиц под эти переменные. Ну, хорошо. Как это называется? О, господин. Формула Грина. Ой. Грин, кстати, очень интересная история. Как бы он был сыном Мельника. Папа был такой очень авторитетный. Очень хотел, чтобы сын оставался при семейном бизнесе. И он крутил эту Мельницу, а потом папа умер. Когда папа умер, там видно было, что там уже около сорока лет. Он тут же там поступил, я помню, то ли в Оксфорд, то ли в Кембридж. Он там типа за два года там все закончил, все восхотились его талантами. Взяли его в ресторан. Он написал несколько линейных работ и рано умер. Из этого морали. Даже две морали. Первая мораль начинает никогда не поздно, а во-вторых, начинает лучше все-таки рано, потому что мы не знаем, в какой-то момент смерть настигнет. Правда? Правда? О чем формула Грибина? Пусть у нас есть такая плоская область, есть у нее границы. Давай мы обсудим, как ее нужно ориентировать. Если мы считаем, что у нас ориентировано в атаку, то мы обычно склонны ориентировать его в атаку. Как у нас устроена коментация? Вот у нас значит D, а мы с вами обсуждали что? Что у нас направление внешней нормали и на байерсный вектор должно быть такое же, как здесь. Это означает, что у нас, чтобы вот N, второй вектор, был ориентирован в атаку, нам нужно, чтобы у нас вот этот самый вектор скорости, чтобы он смотрел вот в эту сторону. Именно поэтому у вас в формуле Грибина вам требуется, если область, значит, связанная была, если область односвязана, что вы движетесь против часовой стрелки, а если держите область, у вас она какая-то дырчатая, то вам нужно здесь двигаться туда, а здесь двигаться вот сюда. То есть, как надо говорить, чтобы во время движения область оставалась по вашу левую руку, как он принято говорит в классическом анализе, да? Значит, что у вас будет? Вот у вас есть интеграл по краю какой-то одной формы, дифференциалу, а здесь омега, это логично. Давайте здесь омега, значит, вот вот это интеграл по омега, то у нас такие дифференциалы, это их форма. Значит, у нас будет, значит, я хочу написать из dx на dx, потому что у меня будет dx по dx минус dt по dx. Значит, то есть вот эта вот не моя амеда, а вот эта моя де амеда, да? Значит, то есть одно, значит, я думаю, что вы форму линия только в таком виде и видели, да? Значит, это у нас просто. Значит, теперь кто у нас... Дальше у нас простой случай. Дальше у нас простой случай, это, значит, форма удовольствия от программы. Ну и что у нас здесь будет? Значит, у нас, значит, есть какое-то, значит, тело, и у него есть поверхность, его граница, да? Значит, ну, здесь, как-то, если у нас здесь пространство и сержанное с помощью Е1 или Е2 или Е3, то вам, значит, нужно, чтобы у вас, значит, ориентация, значит, здесь, и на руль ненормально, значит, она была так уже, значит, то есть как-то, как это правильно сказать? Правильно сказать нужно так, потому что если там петелок локальный параллель ДПДВ, ну, это значит, вам нужно, чтобы, значит, вот эта тройка, она была у вас положительная линька, да? То есть у вас Н, ДПДУ, ДПДВ, значит, подражительная линька, а если вы считаете эту ориентацию положительной, значит, заметьте, что это то же самое, что положительная ориентация тройки, если я переставлю Н вот сюда, так ведь, это значит, вы можете считать, что Н у вас это, значит, верховное произведение, значит, ДПДУ и ДПДВ, то есть, значит, на его линь, а что там, значит, тогда сформировать, да? И вот такая штука, значит, у вас там Н, И, интеграл по краю, так почему-то у меня там внутри В, а поверхность ДС, значит, это здесь тогда ДВ, да? Ну и что у нас тогда будет? Значит, у нас тогда, ну, интеграл по краю вот такой вот штуки, то есть, значит, я напишу в стандартном уровне, значит, ДВ, плюс Q, то есть, АМА, плюс Р, плюс ДВ. Значит, это будет, значит, тройный интеграл, значит, ОВ, то есть, у нас будет, ну, обычно я пишу просто так, уже опускаю внешнее произведение, что получить форму, что я должен делать. Значит, мне здесь будет, значит, ДПДХ, плюс ДПДХ, значит, ДРД, вот такая штука. Ну, как это обычно фамилируется в анализе, то есть, значит, если у вас есть, значит, значит, F в верхней поле, это указание в силе, которое F и R, то, значит, у вас есть и вергенция F, это вот то, что у нас стоит вот там, ну, и, значит, и эту формулу, значит, пишут еще, там, как, значит, интегралку вот этому, а мы с вами помним, что вот эту штуку записывает F, скалябрана нормально в форме площади, где-то волна, значит, у нас, ну, вот это, ну, значит, на, значит, на, значит, Dx, 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 Dx. Ну, еще, правда, надо сказать, что, ой, был такой величий гамильтон, который много чего сделал, гамильтон, но, кроме великого, он забил много вещей исправных, он забил такую штуку, он сказал, что давайте вот это у меня будет, там, значит, значит, депо dx на первый вектор плюс депо dx на второй вектор плюс депо dz на третий вектор, тогда, ну, тогда, например, градиент функции это просто, значит, вот такой вот вектор, ну, как я, кажется, фубь понятие F, déjà смотрите мне на дивергианцию, мы можем看, как будто мы символически умножим вот этот вектор на вектор F, поэтому, значит, это просто нагло, скалярно, не без знака поэтому, значит, еще это дело иногда пишут у вас так в этих загадочных обозначениях значит, будете читать какого-нибудь вандау-дивши, сами удивляйтесь ну, и, значит, третий случай, который такой известный формул стокса вот, смотрите, самая мудреная штука то есть такая классическая формула стокса что она говорит нам, давайте мы теперь будем обматывать, значит, стучей какой-нибудь такой поверхности в Х3 а тут у нас, значит, есть край ну, значит, с ориентацией, значит, там опять-таки можно сделать, значит, правильно вот, а что нам будет говорить, значит, волшебная форма вот у нас есть интеграл по этому самому краю ну, значит, мы, люди уже грамотные мы понимаем, что тут уже просто не пудель, да, значит, нужно писать дифференциал ну, давайте посмотрим, да значит, смотрите, мы, аттенциально пишем вот так, да, чё-то, чё-то, чё-то да, вот, грамма маленькая, то, что у нас будет при дифференциал на дз откуда у нас будет дать дифференциал на дз ну, смотри, значит, во-первых, значит, отсюда я подифференцирую по y и с минусом отсюда я подифференцирую по z плюс а теперь я хочу сказать, что точно то же самое когда у меня дз на дплюс ну, что у меня было с плюсом, когда у меня возникнет отсюда и с минусом отсюда ну, и плюс ещё ну, всё, значит, нам значит, третий дружок, в котором у нас будет ну, а что я сейчас? плюсом значит, надо написать bb так, и с плюсом у меня пойдёт bfpbx Дальше у меня будет, значит, минус dq по d, т.е. минус dq по d. Опять смотрите, в этом докладово-знамо языке проверенственный интернет записывать какое-то ветреное поле на что-то там. Нам нужно ветреное поле с вот такими вот компонентами. Было вызвано такое, что мы назовем это поле ротором. Как мы это писали, двойной интернет поле σ от ротора R на R на точке. Значит, а ротор R тогда можно взять и не будет так. Можно заметить, что это, в общем, такая ручка, как если бы я... Ну, вот так уж... Смотрите, это надо понимать чисто символически, у него нельзя складывать строки и т.д. Но если вы расстроите по первой строчке, что у вас будет? Вот первый компонент у вас dr по dy минус dq по dz. Ну, вот оно вот здесь и есть. И т.д. А дальше вспомнить вот это дело с перегутением гаммингтона, как бы, да? Ну что, смотрите, вот это вот ровно то, что стоят в этой строчке. Это можно написать, это вау! Вот каком-то себе векторное произведение, значит, нам было гаммингтона на R. Поэтому, то есть, это божественная форма, еще можно взять и написать чего-то в таком. Вот это вот, там еще одно, на самом деле... Верх такой, может, на R, еще скалярно, на R, на D, свободно, как? Смешанное. Что? Смешанное произведение. Если когнаты N напишите вот сюда, то у вас получится ровно то, что должно быть. Понимаете, как это бывает? Понимаете, я люблю говорить, что легенец — это великий человек. Почему? Потому что он придумал такие обозначения для дифференциального исчисления, что правильно дифференцируют люди совершенно не понимающие, что такое производ. То есть, понимаете, если вы строите опрос среди практикующих инженеров, напишите о проявлении дифференциала функций одной переменной, они провалят этот тесто массово. Но посчитать производное неправильно усмотрят реатинуса, откосится и даже от созданной многоэтажной функции. Потому что, чтобы посчитать производное, не надо понимать, что это. Гамильтон — это великий человек. Он тоже великий человек. Он научился с помощью вот этих вот вещей вот этих странных формул, там много поколений физиков, механиков, инженеров и то далее, правильно считать все эти потоки векторного поля через замкнутую поверхность и все такое прочее. Теперь, значит, смотрите, это все не настолько глупо, как может показаться, потому что нам теперь самое время посмотреть на звездочка. Звездочка, значит, она же операция фото. Звездочка, значит, что такое операция фото? Давайте я сейчас скажу, что нам от нее хочется. Вот смотрите, вот я объясню отсюда даже. Вот смотрите, вот скажем так. Вот как вы видели, у меня были вот такие вот штуки. Дам, поэтому, ди, как говорили, дз, значит, q, значит, дз на dx плюс r, значит, dx на dy, которую я споставлял в векторному полю. Такая вот два форма, да? А с другой стороны, я споставлял этим же pqr вот такую вот штуку. Я делал тотарк, туаедок, значит, вот. А давайте мы попытаемся с вами сейчас разобраться. У меня что ли сейчас надо определить? Пусть не есть. Ухаря. А это у меня ориентированная паста. Ориентированная паста. Да? Вот. Пусть у меня там есть склярное произведение. Да? Очень хорошо. Смотрите. Вот если у вас есть склярное произведение на v, то вы можете его продлить дальше во всей производной векторной пространстве. Вы можете его продлить в v со звездочкой, v где-то умножить на v, v внешне умножить на v и так далее. В частности, вы можете его внешне продолжить во все внешние степени v. и так далее. Мы будем обозначать его вот так. Это у нас продолжение склярного применения. Вот. Тогда, значит, у меня есть такая штука, как склярное произведение, форм альфа и бета, где у меня, ну, форм альфа и бета, это у меня просто какие-то два таких поливектора, значит, степени v. степеняка. Т.е. степеняка. Да. И вот это вот у меня число. А я хочу, значит, сделать вот такую штуку. Вот давайте я введу, значит, пусть мне, значит, размерность v у меня равняется n, я введу эту операцию звездочка, которая у меня, значит, и скатывает внешнюю степень, и она действует вот n-к, тою внешнюю степень. Значит, и что я хочу, чтобы она делала? Я хочу, чтобы она делала вот что. Смотрите, вот здесь она действует так, как я это написал. Тогда, значит, что у меня будет, если я альфу умножу на звездочку бету. Смотрите, вот это у меня k-форма, а вот это у меня n-k-форма. Тогда у меня это произведение, это какой степень формы? n, да? А теперь смотрите, у меня размерность вот этой самой лямбе nb у меня единица. Так ведь? Это обозначает, что у меня там, на самом деле, есть только один элемент с точки зрения пропорциональности. А теперь смотрите, как бы... как это правильно сказать? Значит, вот если у меня есть какой-нибудь базис, там вот e1 и так далее, eN, то у меня базис, то, значит, у меня, допустим, этот элемент, там, e1 и нижний, нижний на eN, да? У меня все они пропорциональны этому. Вот, а я хочу, значит, среди них зафиксировать некоторые правильные. Давайте я сделаю так. Давайте я возьму здесь не просто базис, а положительно ориентированный, положительно ориентированный, а обстановленный базис. Да? Тогда смотрите, есть такая заключительная вещь. Какой бы я такой базис ни взял, вот такая штука, она всегда одинаковая. у меня вот эта вот штука, она при замене бариса, она умножится просто на едининант матрицы перехода, да, значит, а матрица перехода, она будет октагональная и с положительным поделителем, то есть у октагональных плюс минус 1, так как положительный, значит, это единица, да? Поэтому, вот смотрите, самое не зависит от труба бариса. Так вот смотрите, я хочу оплатить звёздочку так, чтобы у меня альфа на звёздочку вверх равнялась вот вот этой штуке, да? Смотрите, это у меня как бы такой стандартный элемент здесь. Любой другой ему пропорциональный. Так, а какую пропорциональность? А пусть это будет альфа умножить на б. Вот, я хочу выбрать это дело так. А что мне дальше тогда будет? А пусть мне тогда вот что, давайте мы заметим, что вот, смотрите, вот если у меня этот вот акномерный базис, то вот в качестве базиса форма у меня будут внешние произведения вот таких вот штук, да? Значит, смотрите, можно доказать следующую штуку, что у меня звёздочка от е и 1 внешне на е и к. Это будет вот что. Смотрите, значит, мне нужно будет взять внешние произведения всех е, и так, которые не пересекаются с вот этими вот и 1 и к. То есть, я напишу, что это у меня, значит, е, ж и 1 внешне на е, ж и, к, где у меня, значит, n-к. Так, n-к. Ой, как мне это написать правильно? Знаете, что у меня вот этот вот набор и и набор ж вместе составляют ровное множество 1 и так далее, это. Что-то типа того, да? И мне нужно ещё написать там... Мне нужно ещё написать знак. А какой это будет знак? А знак это будет вот какой. Мне нужно, чтобы у меня вот этот самый е и 1 внешне на е и к, и умножить на вот эту самую штуку. Это равнялось, вот, плюс-минус, это равнялось, когда я их переставлю, где он кинет, то есть вот этому самому стандартному представителю. Вот. Давайте убедимся, да? Смотрите, вот так как у меня баррис артономированный, то у меня альфа на бету, если у меня альфа тоже в произведении вот таких вот е и и, так у меня это ноль, если альфа не равно бете, и плюс-минус единица, если у меня это плюс-минус бета. Да? А что будет здесь, как бы? Если у меня альфа там непропорционально бете, то у меня вот здесь встретятся хотя бы один раз одинаковые е иты, поэтому это произведение будет ноль. А если это в точности он, смотрите, у меня в звёздочке бете у меня множество индексов в точности дополнительное множество альфа, поэтому у меня будет ровно вот эта вещь, умножить на плюс-минус единица, это знак ровно как они ориентированы. Поэтому, значит, это будет правильная форма. Но как это работает здесь? Ну, смотрите, как бы, мы сидим теперь, значит, на многообразии, да? Значит, у нас теперь просто в качестве v у нас просто t'n в точке b, да? Вот эта вот звёздочка, значит, она просто превращает у вас k формы в n-k формы. Вот эта вот e1 на e n это просто эта форма объёма. Поэтому определяем альфа на звёздочку бета как, значит, альфа бета на форму объёма. Значит, ну и, наконец, что это значит вот в этом случае? Значит, вот у нас, значит, r3, да? Давайте мы заметим, что у нас барис e1, d2, d3, он автоматированный и положительно ориентированный, да? Значит, то же самое верно из-за дуального бариса dx, 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 dz. Поэтому что он называется? Поэтому у нас, например, звёздочка c dx будет у нас dy на dz. А звёздочка на dy будет у нас dz на dx. Если бы я написал обратно, знак был для минимуса, потому что если умножу это на это в другом порядке, у меня другая организация. Значит, звёздочка d dx будет у меня, значит, dx на dx. Поэтому у меня звёздочка, значит, вот такая штука. Заметьте, что звёздочка – это операция чисто алгебраическая. Ничего дифференциального там нет, она выполняется просто по точечке. У меня есть только единственный вопрос. Теперь это вопрос следующий. А что будет, если я сделаю звёздочку дважды? Я думаю, здесь лямбра kv, я перейду, значит, в лямбра kv. Значит, смотрите. Это утверждение чисто такое алгебраическое, но совсем, значит, не по анализе, многобразник или по дифференциальную геометрию. Давайте мы посмотрим на пример, очень простой. А вот я взял, значит, e1, и так далее, ek. Я применю звёздочку. У меня получилось, значит, ek плюс 1 на e5. Так вот. Почему? Потому что если я их умножу, значит, у меня будет вот так, значит, у меня будет ровно то, что надо. А теперь, смотрите, я применю вот эту самую штуку снова. Ну, смотрите, как бы ясно, что у меня будет, значит, здесь e1, и так далее, на ek. А теперь давайте мы сообразим, какой будет знак. Вот смотрите, как бы мне нужно, чтобы это умножить на вот это, равнялось e1 в правильном порядке. Поэтому мне нужно вот сперва этот протащить через всех них, потом второй через всех них, и так далее, да. Какой у меня будет знак? Вот я взял первый, да. Я протащил через все эти штуки, сколько их, сколько их, сколько их, их здесь штука. Их здесь n-k. Значит, у меня появился знак минус единиц в степени n-k. А потом я сделал то же самое со вторым, третьим, четвёртым катом. И я сделал это, на самом деле, карац. То есть у меня здесь получится знак вот такой еще в степени n-k. Ну, значит, степени у нас перемножаются, поэтому у меня получится вот такая вот форма. Смотрите, теперь смотрите, у нас внешняя степень, она пророждается по произведению, такие вот e, e1, e и k. Если вы вдумаетесь, то вы для любого такого манома, когда сделаете звездочку дважды, то вы получите ровно такой же знак. Почему? Потому что вы, чтобы получить правильный порядок, будете все в отеке перетаскивать через все в отеке. У вас будет ровно тот же самый знак. Поэтому у нас получается вот такая вот форма, которая важная. Например, я когда буду читать там, вот я читаю это 17, когда мы вышли комплексники и диаметры, мы будем пользоваться этим очень обидно. Значит, у нас звездочка квадрата на, значит, на k формах, значит, да, то есть немножко, что на вот вот этих самых штуках звездочка квадрата равна письма соединиться в степени k на n-k, значит, где равна размерность? Вопрос. Значит, а если у нас n будет чётным, тогда какая у нас степень будет? Ну, если n-n чётное, n-k тогда всегда чётный обмор на выходе, у нас просто минусыкнистительный устроитель, то есть сам минусыкнистительный устроитель в степени k. То есть, значит, если, значит, разумеем, не степень чётное, что это верно для контекстов, то у нас, да, значит, что это верно для вас как в степени косточкту, как разумеем, не степень… А, пишет. Мак Aryков. А, ничего, ну и многому, да? Что мы сейчас… Чем мы вам здесь, что… …что ли мы там… что мы, что происходит как квадрата? Мы ведь об этом… Да, мы уже живем с картой. Да, нам кажется… То есть у нас степень форма АЭС, это размеры с А.